Студентка четвертого курса Айгерим Сабиева уже несколько лет пользуется популярной социальной сетью ВКонтакте. Несколько дней назад она получила сообщение с просьбой о помощи от своего близкого друга. Собеседник был убедителен и Айгерим даже не подозревала, что по ту сторону экрана с ней переписывается кибермошенник. На моей карте истек срок годности, а там мои деньги остались. Можно тебе на время перевести? Пока моя на перевыпуске. Девушка согласилась и скинула самозванцу фотографию своей банковской карты, трехзначный код на обороте и одноразовый смс-пароль. Это все, что было нужно мошеннику для проведения операции. Через несколько секунд с ее счета начали пропадать деньги. Первая сумма была 44 тысячи тенге. Когда мне уже сообщение пришло с АТФ банка, что покупка пришла, я вот только тогда догадалась, что это мошенники, а не мой друг. И позвонила своему знакомому. Он сказал, что это не он. И его в контакте заблокировали и взломали. Девушка обратилась в банк с просьбой вернуть деньги. Однако там ей отказали, сказав лишь, что последняя покупка была произведена на пополнение баланса сотового телефона и продиктовали номер. Сотовый оператор, как известно, не разглашает личные данные своих клиентов. Однако нам удалось выяснить, что номер не был зарегистрирован и относится к так называемым симкам-отдодневкам. В банке пояснили, что клиент сам виноват. Нельзя передавать личные данные третьим лицам. Периодически вы можете получать уведомления о том, что... напоминания о том, что там работают мошенники, пожалуйста, никто вам звонить не будет, никому не сообщайте. И в соцсетях объявления, и на сайте, и в колл-центр вы можете звонить, и вам, пока вы ждете оператора, сообщат, что никому не сообщаете номер, реквизитные карты. Интернет жуликов в наши дни хоть отбавляй, но оказывается, некоторые из них не лишены принципов. С одним из таких познакомился житель Шимкента. Он сразу понял, с кем имеет дело, но не стал осуждать собеседника, а лишь проявил к нему сочувствие. Тот в ответ признался, что никогда не разводит пенсионеров. Да нет, я все понимаю. Без лоха жизнь плоха. Если вы не будете этим заниматься, этим кто-то другой займется. Главное, чтобы вам пенсионеры-то не попадались. Да, я вас понимаю. Пенсионеров я сразу перелистываю. Молодых можно еще, они еще заработают. Ну и будут на ошибках учиться. Вы хороший собеседник. Удачи в продаже. Департамент полиции города Алматы неоднократно выпускал памятки о мерах безопасности против интернет-мошенников. Однако статистика показывает, что жертв становится только больше. Денис Зимцов, Мирам Исабеков, телеканал Алматы.